Теперь наши новости в студии Александр Аверков. Добрый вечер. Слушать, разговаривать и реагировать это приоритет в работе с людьми. Александр Лукашенко накануне говорил о значимости эффективной коммуникации общества и государства. Тем более, что работа с обращениями граждан в нашей стране системная, она доступна. Руководители разных уровней ведут приемы. Администрация президента внедряет нестандартные формы работы, чтобы добиваться результата для людей. А заботят белорусов насущные дела, акцентировал внимание Александр Лукашенко. На совещании у президента обсуждали актуальные внутриполитические вопросы и подготовку к проведению политических кампаний. Белорусы оценивают все государство по тому, как на локальном уровне к ним прислушиваются, помогают в решении задач. Поэтому особенно важно взаимодействовать на принципах эмпатии, доверия и каждый день во время ответственного периода в суверенной истории. А это, в первую очередь, подготовка к новому социально-экономическому этапу. С 26-го года будем жить уже в новой пятилетке. Общество должно понимать, в каком стратегическом направлении развивается страна, а государственные люди с какими запросами обращаются белорусы. Белорусы достойно завершить. Людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Хотелось бы знать, какие вопросы, во-первых, являются наиболее острыми на данный момент. Второе, ква-результативность работы с такими обращениями. Понятно, что на первый план у человека всегда выходят повседневные жизненные заботы. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Всё надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать. И понимать, что должны мы организовать власть, а что должны сделать сами люди. Что важно, например, о ценах люди зачастую судят не под статистики, а по своему кошельку. О качестве образования по общению с конкретным педагогом, об уровне медицины по своей поликлинике, а о власти в государстве под действием отдельно взятого госслужащего, к которому они обращаются. Я намекаю на то, что все должны в этой связке работать. Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили, после этих приёмов я наблюдаю, вижу, когда должностные лица практически то ли передо мной по телевизору, то ли ещё перед кем-то отчитываются, как важно, они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах. В противном случае всё это останется разговорами. Людей волнуют в первую очередь не глобальные вопросы, а житейские. В администрацию президента за 8 месяцев поступило почти 12 тысяч обращений. Характерный показатель для такого промежутка времени. Треть традиционно связана с ЖКХ – существенная доля обращений по строительству и ремонту дорог. Белорусское государство – это государство для народа. Этот тезис является одним из краеугольных камней белорусской государственности. Так начиналось наше государство в 90-е годы, таким оно остаётся сейчас. Я уверен, таким оно будет и в будущем. Наше государство – это не государство ради каких-то заоблачных целей, непонятных человеку. Нет, это государство, обеспечивающее достойную жизнь человека и белорусского народа в целом, здесь и сейчас, направляющее его развитие в будущее. Это одно из условий поступательного развития всей политической системы, в центре которой человек – гражданин. Главное – внимательно выслушать человека, разобраться в его запросе, задействовать имеющиеся ресурсы и помочь. Так следует расставлять приоритеты тем, кто призван работать на благо людей и страны. Внимательно относиться к людям на селе – это также постоянно требует от чиновников президента. Жизнь в деревнях должна быть комфортной на уровне не ниже городского. Не исключение инфраструктура. А так в селах открываются новые магазины. За первое полугодие более 80 помогли привлекательные условия для бизнеса. Специальный указ подписан в феврале. Он предусматривает ряд льгот. Появились новые точки с хорошим ассортиментом и качеством. Проверить, как обстоят дела с сельским шопингом, отправилась наша съемочная группа. А колбаса, какая хочешь, и докторская, и ветчина, и копченая, и сыровяленая, и главное – все свежее. Жительница агрогородка Светлана Кучко выбором довольна. Какой рецепт не придумаешь, все можно купить в одном месте. Нет необходимости ездить за продуктами в город. Магазин в нескольких минутах ходьбы от дома. У меня был юбилей. Я никуда не ездила. Мне все хозяин, привез в магазин все то, что было заказано. Начиная с кондитерских изделий, заканчивая мясными продуктами. Мне не пришлось никуда ехать. Продавцы очень отзывчивые девочки. Если ты задерживаешься, набрал любого, попросил ставить там хлебушка свежего. Хороший ассортимент, доступные цены и удобный график. Все это радует жителей агрогородка Холхлова уже больше семи лет. Торговлю в пустующем здании сельсовета организовал молодой предприниматель. Взял помещение в аренду, отремонтировал своими силами и открыл продуктовый. А позже рядом и хозяйственный. Государство инициативу поддерживает в том числе и льготами, предусмотренными указом президента. Света в магазинах порядком 2000 киловатт. И если свет был там, ну, округлю там плюс-минус 60 копеек, то стал где-то 30 копеек. Ну, плюс-минус. Ну, чувствуется, кондиционеры, холодильники, они вообще там кушают много. Налог на прибыль там уменьшен, ну, бухгалтер не говорил. Но знаю, что там в два раза меньше стало. Разрешите выразить вам благодарность за культурное обслуживание. Продмаг в шаговой доступности со всем необходимым. Вот уже три года работает и в деревне Литва. Чего тут только нет. От йогуртов со всеми вкусами до разных порошков. Есть в сельском торговом бизнесе своя специфика. По словам Андрея Тарасевича, прошли те времена, когда полки заполнялись по принципу «купят, никуда не денутся». Покупатели сейчас требовательные, но и благодарные. Приезжают даже с соседних сел. А тем, кому трудно добраться, самим доставляют продукты прямо на дом. После ковида заболел, осложнение дало. Ходить не могу, но я текаюсь. Ну, сердце. Вот операцию сделали на сердце. Ну, вот просто хорошо, что магазин открылся. Доставка бесплатная. Договора заключены там более 150 поставщиков. По заказам жителей привозим. Ну, что просят, кому что. И промтовары. Вот сейчас уменьшились тарифы на свет, поэтому разница чувствуется. В связи с этим можем поднять зарплату продавца. Планируем развиваться дальше. Необходимая инфраструктура для сельчан динамично развивается, особенно в сфере торговли. Заинтересовывают субъектов хозяйствования стимулирующие условия. Одна из таких мер – 42-й указ президента, подписанный в этом году. В нем не только пониженные тарифы на электроэнергию, а еще и налоговые льготы и упрощение порядка приобретения недвижимости. Если говорить с начала этого года, то порядка 200 новых объектов всего открыто в сфере торговли, общественного питания в Минской области. Из них треть на селе. И понятно, что вот эти все новые законодательные акты и прочие другие условия, которые у нас в Минской области созданы для развития предпринимательства в этой сфере, они дают свои плоды. Это и формирование земельных участков для строительства стационарных объектов. Это и предоставление мест для размещения нестационарных объектов. Это и работа с предпринимателями, и коммунальными нашими предприятиями. И такая поддержка предпринимателей дает свои результаты. Так, в первом полугодии в нашей стране стало больше магазинов в сельской местности. Открылось более 80 новых торговых объектов. Важно, чтобы бизнес в сфере торговли расширялся и дальше. Для этого в март и разработали пошаговую концепцию. Она уже утверждена правительством. Она предусматривает три блока мер. Меры, направленные на совершенствование законодательства в области торговли, социальных стандартов. Меры, направленные на экономическое стимулирование, финансовую поддержку субъектов, осуществляющих деятельность на территории сельской местности. Ну и организационного, скажем так, характера. Беларуси нацелены на то, чтобы инфраструктура и сервис даже в самых небольших населенных пунктах были не хуже, чем в городе. И государство следит, чтобы этот социальный стандарт соблюдался неукоснительно. И неважно, стационарный или магазин на колесах, главное требование – ассортимент. Ведь магазин на селе – это не роскошь, а необходимость для комфортной жизни. Алена Хельманович, Сергей Янковский. Наши новости УНТ. Как завлечь молодежь в регионы? Какие бонусы предложить юношам и девушкам, чтобы они захотели строить карьеру в сельской местности? Закрепление кадров обсудили на Совете по взаимодействию органов местного самоуправления. Выездное седание под руководством председателя Совета Республики прошло в Минском районе. Даже здесь проблема оттока молодых кадров весьма актуальна. Это при том, что условия для жизни и зарплата мало чем отличаются от столичных, а перспектив для профессионального и карьерного роста даже больше. Но после обязательной отработки многие все же предпочитают вернуться в город. Причины разные, но, очевидно, закрепляемость молодых специалистов во многом зависит именно от руководителей на местах. Сейчас средняя 50% выше у педагогов. Дополнительно к тем гарантиям и стимулам, которые предусмотрены законодательством, мы закрепляем в нашем локальном правовом акте коллективном договоре. Это и единовременные выплаты при продлении контракта, когда работник отработал. Это предоставление жилья. Жилье у нас предоставляется с первых дней трудоустройства, в частности общежития, а в перспективе возможное получение арендного жилья на период трудовых отношений. Также у нас возможность продолжать профессиональное обучение. Детально и комплексно изучили эти вопросы. Для чего? Для того, чтобы дальше работать над какими-то нормативно-правовыми актами, ну или, в частности, над законами. Очень созвучно с той задачей, которая была поставлена и определена еще 6-м Сибелорусским народным собранием. Сильные регионы. Сильные регионы могут быть тогда, когда там будут работать люди. Квалифицированные кадры. Людям предоставляется жилье. Замечательно. На уровне государства, вы видели и слышали сегодня в ходе нашего обсуждения, есть доплаты за работу в сельской местности. Сейчас мы думаем, как еще улучшить условия при строительстве жилья в сельской местности. Ряд предложений правительство уже вносило, и мы рассматривали на экспертном совете. Как показывает практика, если речь о работе в сельском хозяйстве, главный минус, о котором говорят молодые специалисты, ненормированный рабочий день. Однако такова специфика аграрной отрасли. Чтобы закрепляемость росла, основную ставку решено делать на целевиков. Тех, кто после учебы непременно вернется домой на гарантированное рабочее место. Американские выборы рискуют стать самыми скандальными в истории. Впрочем, мир уже привык к тому, что электоральные кампании США проходят именно с этим налетом. Трамп или Харрис? Измеет ли это расстановку политических сил на планете? Скорее нет, чем да. Потому что роль гегемона становится менее значимой, а центры принятия глобальных решений смещаются. И все чаще звучит тезис, если они у себя разобраться не могут, чему тогда способны научить мир. Анатолий Занкович дополнит тему обиженных кандидатов в президенты. Эти западные политики, как дети, но ей богу. И дебаты между Трампом и Харрис напоминают самый настоящий детский сад. Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Уже совсем скоро, меньше двух месяцев осталось. Но яснее от того, кого же из кандидатов выбрать, для американцев не стало. Мне вот их честное слово жалко. Американцев. Просто по-человечески. Но все это, я имею в виду выборы, и то, кто победит, не имеет никакого значения. И Харрис с Трампом это еще раз подтвердили. Почему это детский сад? Потому что малыши в споре часто пытаются спихнуть проблему друг на друга. Мол, это не я, это он. Помните эти знаменитые восклицания? А ты? А ты? А ты? И воспитательница или учителю приходится слышать. Марья Ивановна, это вот Петров Сидоров виноват. Это не я. Я хороший. Или хорошая я. Дети в этом не виноваты. Они просто дети. Наивны и простодушны. Другое дело, взрослые. Трамп и Харрис умудрились превратить полтора часа дебатов в бесконечное обвинение друг друга. С этими самыми, а вы, а ты, а вот я, в итоге ничего не предложили. И просто обвиняли друг друга во лжи. Зритель потратил бесцельно полтора часа. Ну ладно, окей. Для Харриса это были первые дебаты. Ужимки, усмешки, покачивание головой, голос дрожит. Но для Трампа это седьмой словесный ринг. Мог бы своим опытом воспользоваться, но и тут Акелла промахнулся. Старых грехов много. Единственное, что можно приплюсовать республиканцам, так это то, что они хотя бы праймерис провели. И Трампа все-таки выбрали кандидатом. А Харрис свои демократы просто назначили. Будешь ты. Вот такая злая американская политическая ирония. Демократы поступили абсолютно не по-демократически. И чему они тогда собираются весь мир учить? В 21 веке с выборами президента в Америке как-то сразу не задалось. Вечно все плохо. Помните, как в 2000 году неделями считали голоса, опозорившись на весь мир? Та же история с подсчетами, а еще и с глючащими машинами для голосования повторилась через 4 года. Потом были выборы 2008 года. Самые дорогие. А правление Обамы, кстати, получившего Нобелевку за мир, запомнится арабской весной, убийством Каддафи, а еще войнами в Ираке, Сирии, Афганистане. В 2016 соперничали Трамп и Хиллари Клинтон. Выборы стали самыми шпионскими и во всем обвинили, конечно же, Россию. А прошлое – это самые судебные выборы и против Трампа, и против сына Байдена, а еще был мятеж у Капитория. Вот и получается, что как только в США выборы, так все сразу идет наперекосяк. Что будет в этот раз? Все то же, что и прошлой ночью на дебатах. Они там будут бодаться, обвиняя друг друга во лжи, а весь мир будет смотреть, как американская система сама себя драконит. Россия и Китай здесь, над схваткой. Они наблюдают, чем весь этот цирк закончится. Беларусь? А нам от этих выборов не будет ни жарко, ни холодно, просто никак. Кто бы там ни стал президентом, политика Вашингтона ведь не изменится. И подходы не поменяются. Только толку-то. Ведь опыт последних лет показал, да вы там нам хоть еще миллион санкций введите. А мы живем, работаем. И все есть. А бардака нет. Поэтому, когда вам скажут, что в выборах в Беларуси нет перчинки, изюминки и прочего попкорна, а оно вот это вот все нам надо, кому-то очень скучно, хочется веселья, вот в Украине на выборах веселились, да. Сейчас не до веселья. Поэтому лучше жить спокойно и выбирать предсказуемо, потому что понятно, как жить дальше и что делать. А в США дилемма с двумя известными и множеством непонятного. А еще в Америке сейчас переживают. Дебаты были скучными, не было шоу. И оказывается, главное, что запомнилось всем, это то, что кандидаты впервые с 2016 года пожали друг другу руки. А больше ничего. Математику холостые выстрелы. Ноль, ноль. Им бы выучить математику, ведь что деление на ноль, что умножение на ноль, все равно всегда дает ноль. Анатолий Занкович, дополнили тему. Годовщина самого крупного теракта в истории человечества. Мир вспоминает события 11 сентября 2001-го. Террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра. Тогда около трех тысяч человек погибли и тысяч получили ранения. Существует десятки теорий о том, кто на самом деле виновен в случившемся. Поскольку в официальных версиях правительство США слишком много нестыковок. Небоскребы мгновенно сложились, как карточные домики. Так обычно происходит лишь при сносе здания, когда в него закладывается взрывчатка. Кроме того, обрушилось и здание, в которое не врезался ни один самолет. Вот. Перехватчики поднялись в воздух только через семь минут после первого взрыва. И множество других загадок, ответов, на которые Вашингтона нет и сегодня. Зато есть основания получать личные данные, прослушивать телефоны, взламывать аккаунты и фактически следить за каждым в любое время. А еще теракты открыли США дорогу для вторжения в Афганистан. Якобы потому, что талибы скрывали Бен Ладена. Потом был Ирак. Никакого оружия там так и не нашли, но Саддама Хусейна убили, а страну просто уничтожили. Далее Ливия и Сирия. И до сих пор борьбой с терроризмом прикрываются и ликвидацией неугодных правительств, и прямое получение выгоды. Не все гладко у нынешнего канцлера Германии Шольца. Рушат все мосты, как в прямом смысле. Вспомним сегодняшнее ЧП в Дрездене, так и в переносном. Разрыв экономических связей с Россией дорого обошелся германскому правительству. В Берлине заговорили о резком сокращении помощи Украине и необходимости скорейших мирных переговоров, в которых, как сообщают немецкие СМИ, Киеву придется идти на территориальные уступки. Так Шольц резко решил зарабатывать политические баллы внутри страны. Отсюда и решение закрыть сухопутную границу с соседями, и мирный план по Украине, убеждены аналитики. Удастся ли канцлеру, фактически пустившему под откос европейский экономический локомотив, сохранить лицо? И причем здесь крупный немецкий бизнес и его капитал, рассуждали гости программы объективно. Он пришел к Шольцу, этот капитал, и сказал, если мы дальше так будем продолжать, если мы в ближайший год не получим дешевую российскую нефть, газ и российский рынок для своего автопрома, то у нас начнутся массовые банкротства, а за массовыми банкротствами увольнение людей, исход их на улицу и протестные массы начнутся. Капут. И, естественно, Шольц, понимая эту ситуацию, начинает юлить. Он говорит, давайте как-то разрешим этот кризис. Но Германии, понятно, несуверенно. Ее загнали в фарватер, она решить ничего не может. Если даже украинский конфликт каким-то образом начнет завершаться, они для этого сегодня создали предпосылки новых конфликтов. Сербия и Косово разве сегодня там не тлит? В любой момент может поджечь этот фитиль. Дальше. А на юге вокруг России разве они не подпаливают уже сейчас ситуацию заранее, для того, чтобы потом был какой-то Грузию? За что они давят бедную Грузию? Потому что они от них требуют войны в Абхазии и Южной Осетии. Только такая власть устроит. Новый Саакашвили. Чтобы он пришел и пошел в новую военную авантюру. Тогда они скажут, что грузинский режим самый демократичный, самый хороший, и будут поставлять ракету туда. В этом правда. Совместный ответ на вызовы международной безопасности и угрозы стабильности. Белорусская делегация принимает участие во встрече государств и партнеров БРИКС в Санкт-Петербурге. Миссию возглавляет государственный секретарь Совета Безопасности. Участники обменялись мнениями по проблемам глобальной и региональной повестки. Наша страна продвигает мирные инициативы и готова полноправно взаимодействовать в формате организации. Ожидается, что к следующему саммиту Минск получит статус партнера БРИКС. Белорусская страна полагает целесообразно в рамках БРИКС и существующих форматов объединения в первоочередном порядке сфокусировать свое влияние на необходимости формирования новой архитектуры безопасности на региональном и глобальном уровне. Архитектуре, которая будет открыта для всех государств, стремящихся к безопасному и процветающему будущему. Состоялся и ряд двусторонних встреч с представителями Сербии, Турции и Кубы. В пригранище размещены спецподразделения ОМОНа и внутренних войск из-за напряженной обстановки у южных рыбейшей, заявил глава МВД на учениях в Брестской области. Всевозможные варианты проникновения вооруженного формирования на территорию города отработали в Столине. Городские бои, одни из самых непростых, пресекли захват зданий местного РОВД, продвигаясь по узким улицам под взрывы в плотной дымовой завесе. Разведку с воздуха прикрывали снайперы и бронегруппа. Дроны быстро обнаружили неприятеля, задержания проводили с помощью служебных собак. Также условному противнику помешали форсировать реку, по нему применили ударные дроны. Один из пунктов – освобождение заложников. Условия максимально реалистичные. Цель учения – не допустить захода противника и обеспечить безопасность граждан. Такие занятия проводятся на территории всей республики, во всех регионах нашей страны. Мы постоянно изучаем опыт других стран, опыт наших коллег. Здесь мы учитывали, конечно, ситуацию, которая произошла в Курской области. И с учетом этого мы отрабатывали и готовили личный состав, технику. Присутствуют два губернатора Брестской и Гомельской области, а также присутствуют председатели исполкомов приграничных районов. Самая главная задача – это обеспечить безопасность населения. Элементы, которые мы отрабатывали и ситуации, которые мы смоделировали, они самые крайние, которые могут произойти. Такие тренировки, такие учения, конечно же, нужно проводить. Прошло все очень так масштабно. И были использованы разные способы и методы уничтожения условного противника. Ну и самое важное, наверное, то, что наше Министерство внутренних дел показали очень высокий уровень. Это мы хотим сработать на упреждение. Мы хотим, чтобы наше население было готово. С командирами боевых подразделений, пограничных войск, председателями обл. и райисполкомов налажено оперативное взаимодействие. Ситуацию в приграничной держат под контролем. И если за экстремизм и терроризм поблажек не будет, в других преступлениях могут быть смягчения. Об изменении уголовного закона речь шла на встрече спикера палат представителей с коллективом Следственного комитета. Собрание приурочено ко дню народного единства, которое страна отметит на следующей неделе. Но больше говорили о вещах практических. На предстоящей сессии парламента депутаты рассмотрят целые пакеты изменений и дополнений в уголовный кодекс. В ряде случаев речь о смягчении наказания. И возможности для судов максимально индивидуально назначать наказание в зависимости от тяжести преступления и его последствий. Основной акцент делается на дифференциации уголовной ответственности, что позволит более четко, предметно подходить сюда. Ну и также акцент на профилактическую работу. В том числе по теме наркобизнеса будут определенные инновации внесены. Ну и по другим. По некоторым составам усилена ответственность, таким как мошенничество. Головная ответственность предполагается. Будет увеличено жестокое обращение с животными тоже. Всего новации 97. Над ними работала комиссия, в которую вошли в том числе сотрудники Следственного комитета. Днепровский рубеж. Большая экспедиция стартовала в Шкловском районе. На место ожесточенных боев лета 41-го прибыли поисковики военнослужащие 52-го спецбатальона Минобороны и молодежь. За неделю предстоит поднять останки красноармейцев, затем установить их имена и родственников павших героев. Ирина Недобоева. Никто не забыт. Каждая поисковая экспедиция стартует и заканчивается памятными митингами. Эту символично начали на мемориальном комплексе в центре Шклова. Под плитами братской могилы покоится около 150 солдат, павших в сражениях Великой Отечественной. Местные жители память о воинах берегут. Обелиск всегда ухожен в торжественные и скорбные даты. Здесь по традиции цветы от земляков. Знают цену победы все от мала до велика. Вот и сегодня здесь и школьники, и ветераны, и представители трудовых коллективов. Память это та часть, которую невозможно не предать, не забыть. У меня воевал дед. И я хочу, чтобы мой сын никогда не воевал. И вот это вот главный посыл того, ради чего мы здесь. Цена, которую заплатил народ наш, она всем известна. Каждый третий житель Беларуси. Разрушенные города, тысячи сожженных деревень. И наш долг каждого жителя Республики Беларусь помнить это, передавать подрастающему поколению, чтобы все наши детки знали о том, что происходило на нашей земле. Мирные люди и солдаты. Война унесла более 13 тысяч жителей района. Многие до сих пор в списках пропавших без вести. Найти и перезахоронить каждого. Задача в том числе и для поисковиков. Судя по сигналу, большой металлический предмет на такой же большой глубине. И, скорее всего, это именно 41-й год, который мы ищем. Раскопки на этих полях участники клуба Викру проводят не первый год. Раньше искали, что называется, вслепую. Сегодня в книге истории 80-летней давности появляется все больше новых страниц. В помощь архивы и аэроснимки. Большим подспорьем для экспедиции на этих землях оказался и дневник воспоминаний немецкого солдата. Его нашел и изучил Илья Триханов. 1215, где немец описывает ожесточенность боев, которая здесь происходила. И потом уже приборным поиском на местности провели разведки. Позапрошлым году мы здесь тогда зацепились за точки, где были обнаружены останки. В экспедиции участвуют поисковики всей Могилевщины. Более 30 человек. Людей хватает, работают одновременно в нескольких местах. Копают там, где звуковой сигнал подает металлоискатель. Для великого дела пришлось внести коррективы в сельхозработы. Чтобы приступить к раскопкам, в этой локации пришлось подключать даже тяжелую технику. Но аграрии к работе поисковиков отнеслись с пониманием. Уборку картофеля здесь начали раньше запланированного. Солдатские окопы открываются уже на глубине в полметра. Таких на местных полях десятки. Оборонительное укрепление бойцы Красной Армии возводили летом 41-го. Чтобы помешать врагу оккупировать Шклов и дальше двинуться на Смоленск. ССовцы здесь в течение дня не могли прорваться к Шклову. На их пути встал обычный стрелковый батальон Саратовской дивизии. В итоге бои доходили до рукопашных схваток. И мы это видим в раскопах. Переломанные руки, разбитые саперными лопатами черепа. То есть наши стояли здесь до последнего. Вот первый медальон найден в ходе этой экспедиции. Сейчас вот запаковываем по всем правилам в землю, которую здесь. Чтобы он не высох и отправляем на экспертизу. В прошлом году экспедиция стала самой результативной за всю историю поискового движения в регионе. Из земли подняли 34 бойца и 24 медальона. По 16 из них удалось установить имена. Приезжали родственники, ребята, поисковики из России. Приезжали, забирали останки, перезахоранили у себя на территории Российской Федерации. Надеемся, что в этом году результат тоже будет. И места здесь боевые. Я думаю, что бойцы будут. В экспедиции участвуют и молодежь, старшеклассники Вендорской средней школы. Пока помощники, но стать настоящими поисковиками возможность есть у каждого. Нашли уже не запотевайку от противогаза, стеклянную флягу и каску. Находят еще останки и личные вещи того бойца. Мы надеемся, что в будущем это поможет установить его имя. Это очень интересно узнать, что было до нас. Как сражались наши предки за наше будущее. Я очень трепетно отношусь к истории Великой Отечественной войны. Так как у меня там воевал про братец. И он воевал также в период Первой мировой войны. Воинские захоронения, братские могилы, памятные знаки. Только в Шкловском районе подвиг предков увековечен на 87 местах скорби. На мраморных табличках среди имен павших в годы Великой Отечественной пробелов еще много. Работа по восстановлению исторической справедливости продолжается. Ирина Недобоева, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилевская область. Минск и Москва укрепят связи в издательской сфере. В Национальной библиотеке Беларуси намерены открыть Центр Союзного государства. Здесь будут презентации новинок, изданных в обеих странах. Также издания по истории Беларуси и России. Это пособие о традициях и культурных ценностях. Всего в фонде Национальной библиотеки более 10 миллионов различных книг. Это отечественная и зарубежная литература на 80 языках. Специалисты активно работают с новыми технологиями. Книги и документы переводят в электронный вид. Мы предоставляем большие возможности для доступа к нашим электронным информационным ресурсам. И здесь мы как закупаем более 70 баз данных и отечественных мировых производителей, так и создаем собственные информационные ресурсы. В том числе и наш интернет-портал, который является агрегирующей площадкой для тех информационных ресурсов, которые мы предлагаем. Мы ведем активную работу по заимствованию тех документов, по крайней мере, хотя бы в электронном виде наших национальных документов, которые отсутствуют у нас в фонде. В Национальной библиотеке открылся еще один читальный зал. Центр китайской книги. Ставкой на технологии. Одновится конструкция монорельсовой системы, которая ускорит процесс перемещения литературы между этажами. Жаркие танцы под музыку «Марьячи». В Минске прошел фестиваль мексиканской культуры. На один день центр белорусской столицы превратился в красочный район Мехико. Прохожих встречали музыканты в традиционных костюмах сомбреро. Гости посетили живую фотозону, прошли интерактив на знания культуры Мексики, насладились живой музыкой. Организаторы также развернули фудкор с аутентичной кухней. И главное событие фестиваля – приготовление традиционного блюда гигантского буррито. Инициативу Минского горосполкома, МИДа и посольства Мексики поддержала компания «А1», которая входит в состав транснационального холдинга «Америка МОВИ» со штаб-квартирой в Мексике. На самом деле я искренне удивлен и воодушевлен тем, сколько людей пришли на это мероприятие. Это искреннее желание поучаствовать, узнать, ощутить вкус Мексики. Сегодня даже погода очень комфортная. Спасибо организаторам, в частности компании «А1», они сделали все возможное, чтобы люди пришли и насладились этим замечательным праздником. Это экзотика, это знакомство с культурой другой страны, тем более расположенной на другом континенте. Поэтому, конечно, это всегда интересно – побывать на таком вот мексиканском празднике, мексиканской культуры. Люди, прежде всего, конечно, приходят за настроением, приходят окунуться в эту атмосферу. И я думаю, что сегодняшний фестиваль как раз в этом плане удался. В финале еще одно яркое действие выступления мексиканского оркестра «Маримба». Берем шинель Гоголевскую, идем в театр молодежный. Белорусские государственные в Минске открывают сезон премьеры хореографического спектакля. Зречный эксперимент в малом зале, дебюты на большой площадке. Рок-н-ролл на закате, легкая, стильная комедия по пьесе Михаила Хейфица. В этом году вечно молодой заслуженный коллектив отмечает свое 40-летие. И еще один его юбилей – 10 лет, как место встреч со зрителем неизменно. Александр Матяс, какие наши годы? Внимание, идут строительные работы. У входа в театр в начале сезона, и это легко обыграть здесь, бывший дом культуры «Стройтреста». С его плеча осенью 2014 года «Шинель» – здание для молодежки. В ее стенах скроили и шили сцены по Гоголю. Я бы, конечно, почитал Николая Васильевича. В любом случае, это так прикольно, когда ты знаешь о чем, и пытаешься найти эти подсказки от автора. Но я разрешаю всем, кто не читал, хотя бы прийти и по-своему это понять. Ввиду новой молодой крови в нашей труппе, я не ограничивал их в своих рамках и в своем видении работы. Радость в чем и сложность в чем, что нет одного главного героя, а каждый из артистов на сцене примеряет на себя пальто Акакия Акакевича. Либретто пересказывать неблагодарно. Завязка, кульминация, развязка на языке танца всего без пяти минут час. Камерная постановка. Уже завтра зритель будет почти под софитами. Свет в каминном зале театра дали еще в прошлом месяце. И занавесы открыли. В августе это был такой разогрев, бонус для зрителя и разогрев для артистов. Как практика показала, это очень хорошая история, потому что из отпусков все вернулись, а театры закрыты. Поэтому, так сказать, мы здесь сразу двух зайцев пристрелили. Четыре премьеры у нас сразу в сентябре. Пермь приезжает к нам 16 сентября. Спектакль по пьесе Максима Горького «На дне». И мы с ответным визитом в начале октября примем участие в фестивале «Пермская фантасмагория» со спектаклем «Козий остров». Для знакомого по ролям молодежных бестселлерах актера этот 39-й театральный сезон, первый в качестве худрука, личный опыт, что хорошо и можно сделать лучше по обе стороны рампы. Заслуженный коллектив страны со своим отчетливым лицом. Талантливая труппа. Конфликта поколений в ней нет? Нет, что вы, наоборот, наоборот. Мне кажется, молодежь, молодежь, я вижу их тоже, ну, самодачу. Как они, в общем-то, работают, стремятся овладеть своей профессией. Островский «Последняя жертва», «Дети Ванюшина», ну, вот такие у меня спектакли. Характерные роли все больше? Есть, есть характерные. Я вообще-то комедийный артист. Мне почему-то все время дают драматические, когда из себя там все-все-все-все-все внутро. Абсолютная звезда молодежки в этом сезоне отметит 40 лет службы, готовится стать Антонием в комедии «Женитьба Фигаро Бомарше». Со старта ждут отзывов о рок-н-ролле на закате Михаила Хейфица. Свободных мест почти не осталось. И через век здесь скажут без шуток, какие наши годы, мол, дело не в возрасте, а в репертуаре сентябрьская афиша молодежки от трех лет до 18 и старше. Сегодня театры – это не только актеры на сцене, всегда рады видеть за кулисами. Там экскурсии, лекции, мастер-классы. По традиционному билету не посмотришь, как хореограф с танцовщиками скатывает современную шинель по мотивам классики. Репетиции – это отдельное действие. Захватывает не меньше, чем сюжет театральных хитов сезона «Вовсегда молодом». Алексей Матяц, Артём Артёменко, Олег Савченко. Наши новости. О погоде на ближайшие дни узнаем у Дмитрия Рябова. Добрый вечер, Дмитрий. Добрейшего. Осеннее лето продолжается. Средняя температура на 5-8 градусов выше нормы, что характерно для августа. Вместе с тем атмосфера в ближайшие дни будет более неустойчивой. Станут поступать влажные воздушные массы, несущие грозовые дожди. Завтра, по данным Белогидромета, погоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт и неустойчивая влажная воздушная масса. В результате их влияния станут появляться дождевые облака. Итак, в четверг облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части страны дожди. В дневные часы большая вероятность гроз и сильных ливней. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление высокое, существенно не изменится. Утром температура от 14 по западу до 18 в юго-восточных районах. С учетом влажности и ветра будет казаться, что на улице немного холоднее. Днем столбики термометров на отметках от 17 в Бресте до 27 в Гомеле. К вечеру в диапазоне от 17 до 22 градусов. В пятницу метеоусловия продолжат определять атмосферные фронты и влажные воздушные массы с юга Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, четверти порывистый. Температура воздуха ночью от 11 до 18 градусов. Максимально днем от 19 по западу до 28 по юго-востоку. В субботу также без локальных кратковременных дождей не обойдется. Возможны грозы. Ветер в восточной четверти умеренный, местами порывистый. Температурный фон существенно не изменится. В воскресенье дожди прекратятся и будет тепло. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.